Приветствуем вас в программе Magix Core Maestro 8. Сегодня мы поговорим о создании нового документа. Чтобы создать новый документ, нажмем вот эту кнопку или выберем команду New Menu File. Введем название композиции, а также имя и фамилию автора. Также мы можем создать титульный лист, но пока он нам не нужен. Также мы можем отключить название инструментов, но пока оставим их как есть. Теперь добавим нужные инструменты. Нам понадобится флейта, клавесин, две скрипки, alt, виолончель и контрабас. Далее нам нужно будет поместить клавесин в самый низ партитуры. Сделаем это на следующей вкладке. Для начала укажем темп, например 100, размер 2 четверти, также мы сделаем за такт 1 четверть и перейдем к выбору тональности. Переключимся в минорной тональности, выберем тональность C минор. Теперь переместим клавесин вниз. Для этого нажмем вот эту стрелку вниз несколько раз. Теперь добавим околады. Выделим флейту и нажмем маленькую стрелочку под списком инструментов. Нам нужна квадратная околада. Теперь укоротим околаду у струнных. Для этого выделим первую скрипку и нажмем несколько раз на минус. И в правой части экрана мы видим, как околада становится короче. Теперь добавим околаду для альта. Выделим альт и опять нажмем вот эту стрелочку. Теперь сделаем околаду для виолончели и контрабаса. Добавим околаду для виолончели и с помощью кнопки плюс сделаем ее длиннее. Теперь партитура готова к набору, но мы попробуем уместить две системы на один лист. Для этого перейдем в следующую вкладку. Попробуем задать раштер 5 вместо 7. Мы видим, что все стало меньше, но все еще недостаточно мелкое для того, чтобы было две системы. Сделаем масштаб 65 и это помогло. Теперь мы имеем две системы на листе. Проверим размер бумаги. Размер бумаги letter. Оставим пока его как есть. Теперь наша партитура готова к набору. Нажатием клавиши ОК мы подтверждаем создание нового документа. В следующих уроках мы поговорим о наборе нот с помощью компьютерной клавиатуры и мышки в программе Magic Score Maestro 8. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...